Здравствуйте! Вы на канале В поиске лучшего, а значит, здесь вы найдёте всё самое полезное, самое красивое, позитивное и, естественно, самое лучшее. Сегодня я предлагаю вам отвлечься от насущных проблем и окунуться в мир поэзии. Я прочитаю вам несколько коротких, но романтичных стихотворений о бабочках. Написаны они в XIX веке замечательными поэтами, и каждое из этих стихотворений совершенно разными смыслами, только надо услышать, о чём идёт речь. Итак, первое стихотворение написал Афанасий Афанасьевич Фетт. Бабочка, ты прав, одним воздушным очертанием я так мила, весь бархат мой с его живым миганием, лишь два крыла. Не спрашивай, откуда появилась, куда спешу. Здесь на цветок я лёгкий опустилась, и вот дышу. Надолго ли, без цели, без усилия, дышать хочу. Вот-вот сейчас сверкнув, раскину крылья и улечу. Второе стихотворение написал Гавриил Романович Державин. Тоже оно называется «Бабочка». На цветы, с цветов летая, В поле бабочка живёт, Не тоскуя, не вздыхая, Сладкий мёд один с них пьёт. Что счастливее сей доли, Как бы бабочкою быть, На своей всегда жить воле, И любви лишь сладость пить. Я бы пил и вновь влюбляясь, Лишь веселье дни провёл, И с духами сочетаясь, Был не тление символ. Следующее стихотворение Написал Константин Николаевич Батюшков. Здесь уже идёт речь Совершенно о другом. Пафоса бог, эрот прекрасный, На розе бабочку поймал, И, улыбаясь, у несчастной, Золотые крылья оборвал. «К чему ты мучишь так, Жестокий?» Спросил я мальчика сквозь слёз. «Даю красавицам уроки», Сказал и в облаках исчез. Ну и последнее стихотворение, Автор которого французская поэтесса Жозе-Мария де Эредиан. Оно называется «Полдень», Но тоже о бабочках. «Полдневная жара, Замолкли в рощах птицы, В траве едва журчит Серебряный ручей, И только мотыльков, Беспечных вереницы, Кружатся в сумраке Таинственном ветвей. В небесной синеве Сияние деницы, Всё ослепительней, Всё жгучей, горячей, И сквозь смежённые Дремотою ресницы, Я созерцаю сеть Из золотых лучей. Купаясь в солнечном Колеблющемся свете, Мелькают бабочки, И, видя игры эти, Мне хочется поймать Сияющую нить, Как рифму, звучную В изысканном сонете. Я в петлях золотых Неуловимой сети, Гармонию стиха Пытаюсь заключить. Перевод этого стихотворения Сделала Ольга Николаевна Чумина. Ну вот, друзья, вот такая у нас сегодня Поэтическая страница. Правда же красиво? Если вам понравилось, Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И до встречи!